Подходы очень сложные, при том, что Александр, конечно, пытается превратить это в науку. А сложность в том, что, собственно, сам этот подход, близость к материалу, не только выбору его такому радикальному, основному на таких довольно серьезных, несмотря на их характер приема противопоставления, как малая литература, большая литература, имперская или разночинная, несмотря на это, погруженность является базовым условием. Она остается важным таким запретом, что ли, этого подхода литератического. И соблюдать, следовать ему очень сложно. В том плане, что философия все-таки, она еще как-то и в отрыве от этого развивается. Но Александр показал, что те вопросы, которые мы можем ему задать, и ученики, и коллеги философы, это именно те вопросы, на которые нам приходится отвечать самим уже, и своими собственными следствиями. Именно на том материале, который, в частности, коллега Борис Дубин отметил, в материале раннесоветской литературы, я, например, этим занимаюсь, или это можно связать с занятиями формализма или ретроформализма Анки Хенинг. Ну, в общем, я хочу сказать, что это возможность такого рода теории, которая исходит из положения, что материал всегда уникален, он не может быть превращен в пример для иллюстрации истинности теории. Но при этом сама теория из-за этого, ее статус, становится крайне сложной, потому что она тоже начинает превращаться в множество каких-то отдельных, иногда не то чтобы противоречивых, но сложно сопоставимых между собой теоретических подходов. И вот, собственно, свою работу я вижу в том, чтобы тоже один из таких подходов развивать. коллеги Елена Петровская, Олег Радсон тоже, на мой взгляд, занимается чем-то подобным. Я хочу поддержать только их высказывание, в том плане, что эволюция, Александрович, сегодня, в этом тексте для меня очевидна, в сторону такого анти-минесиса или анти-чтения, что, конечно, не было, не присутствовало в более ранних текстах или имело несколько других акцентов. Это, мне кажется, очень интересная инновация, и вот об этом я бы его спросил, не обязательно сводить, потому что, конечно, эта позиция анти-минесиса, она не сводится уже к негативному минесису Ладонину, ни к минесису разума, такого негатива. Это совершенно, на мой взгляд, но вот такая фактическая позиция, критическая, уже самого, такого политического, на мой взгляд, петрополога или следователя, как во-первых, Александр Шпидоров. Нет, ну, я сразу хочу вам сказать, чтобы меня правильно поняли. Дело в том, что никакого анти-минесиса нет, ну что вы. Да? Да. Что это страница, Александр Шпидорович? Это же вы просто не заметили, еще не прочитали внимательно. Это операция, с помощью которой я как раз делаю фенологическую такую эпохею. Переворачиваю ситуацию и говорю, что в этом случае не должны работать вот все эти меметические структуры. Они обнажают конструкцию, да? Когда мы не можем к ним пробиться через вот такую вот практику в чувствовании, да? Он запрещается в чувствовании, эмпатия, симпатия. То есть все возможности соприкосновения и вовлеченности в текст. Вопрос. Можем ли мы достигнуть этой ситуации? Пускай даже искусственно, виртуально. Я вот считаю, надо поискать здесь. Я не говорю, что я нашел. Но во всяком случае, через какие-то формы, которые открыты в мемесисе, в частности, вот то, что я делаю с Белым там. Я вот единственное, что, может быть, Борис это не видел, но у Белого и по Бериутам там я анализирую только стихи. И на стихах Белого как раз очень хорошо показана временная структура, как работает, понимаете? И я это буду демонстрировать на большом объеме стихотворного творчества Андрея Белого. Другое дело, я не придаю, опять же, того значения, когда мы говорим о поэзии, что поэзия – это не литература, а что это высшее там и так далее, что это божественное. Ну, я, к сожалению, в данный момент этим пренебрегаю. Литература для меня такой же свидетель информации об исследуемом территории, объекте. Да, это очень грубо, да, это снимает какие-то вещи. Но мы только тогда можем выйдет на то, что снять невозможно, понимаете? Вот нельзя от Белого снять этот ужас перед ничтой, понимаете? Ну, невозможно, ну, никак, ты вот и никак. Ну, чтобы его правильно показать, нам надо через Петербург, вот весь роман Петербурга, разложить на эти единицы утонченного, истерического, мимесеса ничто. Вот как это все работает в этом каком-то нигилизме, в котором существует вот вся эта вот теория, которая связана с терроризмом середины XIX века, включая начало XX века. Поэтому это такой документ колоссального свидетельства состояния напуганного, там, ужасно запуганного вообще совершенно. Кто почитал бы немножко описания, которыми я, например, встречался, даже их искал, о гибели великого князя Александра II, там были полные такие же информационные описания, как разлетается человеческое тело, как различные куски летят и так далее, в каком состоянии вообще находится все это, понимаете? Кто чего? Такой детальный репортаж. Ну, представьте себе начинающий писатель Андрей Белый, который все время находится среди этой зоны взрывов, поражений, Первой Великой Отечественной войны, конкурс динамита, который происходит в России на качество динамита. Это же совершенно невероятно. Взрывает железную дорогу, взрывает, это вообще, Белый Зимний дворец. Там вообще просто совершенно невероятно. Тут даже не будучи истериком, может тебя задрожать душа вообще без таким опытом, который ты, чувствительный человек, собирает вокруг себя. Вот откуда появляется Петербург? Почему мы не должны это изучать? Как вот свидетельство и документ эпохи террора? И может быть еще более чего подсказающий. Ну, что-то, тогда, наверное, мы хотим поблагодарить всех. Я хочу сказать, нет, одно буквально слово. Мне кажется, мы поучаствовали в очень прекрасном событии, потому что энергия мысли, которая, кажется, уже нашла, но, может быть, не вполне, очень заразительная, и каждый ее в какой-то степени в себе чувствует. Я к тому, что я получила письмо важное от Бориса Владимировича. Письмо следующего содержания. Они издали нынешнюю дискуссию, включая то, что участники не успели и не сумели сказать возражения, вопросы и прочие склады, вроде, например, рубрики, которая существует в журнале «Новое литературное обозрение», книга «Как событие». В данном случае действительно речь идет о книге «Как событие», «Влящиеся событие» или «Как это утерпевает хорошее выражение» «Влящийся прыжок». Вот я думаю, что это надо обязательно сделать, и если все не против, мы можем это осуществить электронным образом. Спасибо большое. Сезар. Спасибо.